Памперс поменять мне тоже некомфортно при чужом человеке. Только я и муж, ну вот мама, папа его моем и все. Знаете, говорит, это в дом инвалидов, все. Размеры 274 рубля. 180 с чем-то рублей. У вас переплата 83,15. Субтитры сделал DimaTorzok Какая-то страховка, что ли, или какая-то такая вот форма помощи, чтобы человек социально как-то был немного защищен, ведь он оставил работу. Даже если она выезжает за границу, мы все согласовываем. Она поехала, она приехала. У нас тем более полчаса до границы. В Польшу выезжать, зарабатывать. Ну как объяснять? Кто-то может ездить зарабатывать. Зарабатывать, я понимаю, человек поехал на месяц. Поработать где-то, заработать. А на 2-3-4 часа я еду сэкономить. Ну а как объяснять? А когда мне выписываться, заведующий приходит, вам больничный не дадим. Не положено, только до 18 лет, когда дети. А после 18 взрослым не положено. Ну и все, больничный не дали. Она покупала мне лекарства, привозила это самое. Она покупала мне... Мази, там тоже, там все дешевле, по-любому. Потом матрас по антипролежу. Например, у нас здесь самое дешевое, сколько я смотрю по интернету, минимум где-то 50 долларов стоит. Купили его за 30 злотых. Поездки были исключительно для приобретения каких-то медицинских препаратов или каких-то приспособлений для нее же. Там нигде не написано и не может быть прописано 24 часа в сутки, каждую секунду. Поэтому требования со стороны органов соцзащиты, они не то чтобы ошибочны, они противоречат нашему действующему законодательству. Получается, нам нельзя выходных иметь, нам нельзя отлучиться, нам нельзя заболеть, нам нельзя отдохнуть, поехать. Большая юридическая ошибка со стороны наших органов соцзащиты местных, которые рассматривают это как работу, предъявляют требования как к труду и как к работе. Хотя таковым это не является по сути. Органы социальной защиты взяли на себя функцию карательного органа, контролирующего, проверяющего карательного. То есть по существу этот орган как раз-таки должен, именно он должен выявить максимальные потребности этого человека, специальные потребности, описать их, положить какие-то технологии. То, что мы получаем в ситуацию, она совершенно обратная. Человек сам пытается, сам, со своей семьей, или чаще один, пытается построить вот эту стратегию самостоятельного проживания независимого. Для этого находит разного рода инструменты социальной поддержки, то есть по уходу. Находит этого человека, который соглашается на таких ужасных условиях, в общем-то, скажем так, принимает на себя эти обязательства. Договаривается с ним. Это не всегда родственник. И в этой ситуации, в общем-то, человек сам это делает. Что же он получает взамен? Не содействие, поддержку, а напротив, контроль. Таня как была, так и есть. Понимаете, она, как говорится, от меня никуда не отошла. Но только то, что она, это самое, государство ей платило деньги. А почему нет? Но если есть такой закон, если есть, я имею право иметь такого человека. И в законе сказано, что только я решаю, устраивает меня этот человек или нет. Не собираемся бросать, но, говорю, лишат, лишат. С одной стороны, думаю, ну, как-то, может, выкрутимся, я думаю. Используют как повод совершенно законные права граждан о свободе мобильности. То есть, когда человек свободен по своей необходимости покидать, выезжать, да. То есть, нагнетают ситуацию страха. Совершенно точно мы это фиксируем, когда эти люди находятся постоянным прессингом, что может быть тысяча причин, по которым вы можете лишиться этого человека по уходу. Суд нас поддержал, иск отказали им в соцзащите в иске, потому что там написано было, что они не доказали, что было злоупотребление и недобросовестное отношение, или там уход плохой нет. Если бы люди были настолько жесткими, настолько меркантильными, да, то это была бы ситуация такая. Отказали вы по пособию по уходу? Будьте любезны, тогда сами содержите, сами ухаживайте. Где? В интернате. Когда государство получило бы вместо 80 интернатов 160 или 200, я думаю, что общество наконец бы поняло, что вот это вот дурное решение совершенно неправильное.